Музыка Перед Новым Годом, так уж принято, мы любим заглядывать вперед, гадая, что принесут нам следующие 12 месяцев. Но также мы все любим и вспоминать о самом приятном, что происходило в году уходящем. Для детского болельщика таких воспоминаний хоть отбавляй. Это и финал Кубка страны, и путевка в Лигу Европы, и матч за Суперкубок, и победа над киевским Динамо, ничья выездная с тогдашним лидером чемпионата Металлистом. Но особняком стоят игры Лиги Европы, поверженные Динамо Загреб и Цервена Звезды, ПСВ и как результат выход в одну 16-ю финалу престижнейшего европейского турнира. Откатываясь чуть назад, отметим, после домашней проигранной игры с болгарским лудогорцем, съемочная группа UEFA посетила базу черноморцев в Савиньоне, где записала два интервью с игроками, которые внесли огромную эллипту в успехе команды. С двумя Алексеями, Гаем и Антоновым. Отрывки из этих интервью кто-то уже смог посмотреть на сайте UEFA, ну а мы представляем вам возможность посмотреть полную версию беседы и еще раз вспомнить о том, как все начиналось. Причем, если Алексей Антонов больше говорил о моряках, то Алексей Гай и о сборной вспомнил, и о стране в целом. Сейчас яркое тому подтверждение нынешнее, наверное, лидерство «Шахтера», при том, что раньше «Дельман» было недосягаемым, можно так сказать. И этот пример показывает, что если к этому стремиться и ставить максимальные задачи не сегодня, а каждый день, каждый год стремиться к большему, то это вполне пассивно. Ну, главное, что это было ждать. Ну, футбол, естественно, от этого выиграл, но по большому счету еще больше выиграла сама страна, где стали, наверное, чуть-чуть по-другому себя вести. Наверное, народ, который живет в Украине, он увидел, что как нужно относиться более скрупулезно, более ответственно и повышать свой уровень развития, что заставляет двигаться дальше. И я думаю, что стремление к лучшему – это всегда идет на пользу. Вы знаете, это всегда почетно и всегда я хочу туда ехать. И все-таки национальная сборная – это некий показатель какого-то уровня, который ты достиг. И если ты вызываешь национальную сборную, то ты должен поддерживать этот уровень и знать, что на тебя смотрит вся страна, за которую ты должен отвечать. Ну, сегодняшние козыри, наверное, как и до этого были у нас одни. Это, конечно же, тот коллектив, который собирается в сборную и позволяет нам добиваться хороших результатов. И я думаю, что и в будущем мы сможем этого достичь. Поэтому, а то, что касается попадания чем-то мира, ну, тут, наверное, и других слов, наверное, не нужно. Просто от слова чем-то мира уже начинает как-то и подергать. Поэтому тут добавлять нечего. У меня первое, что приходит на память, это, наверное, не сборные, а, наверное, игры Лиги Чемпионов, когда играл Киевская Динамо. Это такая была новинка в Украине, где команда представляла Украину, и все мы переживали за нее. И тогда действительно это было такое вот, сидел за телевизором и смотрел, как это хорошо попробовано в таком мире. Ну, знаете, я никогда не стремился кого-то копировать, кого-то подражать. Естественно, как у любого футболиста есть какие-то любимые футболисты, на которых ты смотришь и стараешься что-то брать на них лучшее. И конкретно сказать, довольно дров выбрызть я не могу, так по чуть-чуть от каждого смотришь, как кто действует и в целом стараюсь быть похожим сам на себя. Еще раз обращаю внимание, эти интервью были записаны после проигрыша от Лудогорца в Одессе. Но посмотрите, какая уверенность сквозит в словах Алексея Антонова. И посмотрев, порадуемся, что слова не разошлись с делом. Ну, а началась беседа с форвардом с вопроса о том, где нападающему играть тяжелее, в Лиге Европы или в чемпионате страны. Отличаются ли требования к нападающему в матчах Лиги Европы и внутреннего чемпионата? Сравните эти матчи Лиги Европы и Чемпионата Украины с позицией форварда. Требования тренера не отличаются. Тренер наш требует те же функции, как в Лиге Европы, так и в чемпионате. А сами, как нападающие, чувствуете какую-то разницу? Ну, конечно, чувствую. В Европе более, наверное, грамотные и тактические играют команды. Ну, с моей стороны, это, наверное, защитники. Расскажите о сильных сторонах Черноморца или Брокубка. Ну, это, наверное, командная игра и тактическая. Тактика команды. Потому что мы тщательно разбираем соперников. Поэтому, наверное, командные действия общие. Что-то новое узнали о своей игре, о своих возможностях благодаря нынешним Брокубкам? Ну, я уже неоднократно говорил, все это, все связано, наверное, с тактикой. Потому что более тактический стал качественнее играть, чем раньше. Вчера я заметил, что вы предпочитаете отдать пас и не ударить сами. Это все время как было бы пришло, да? Да я бы не сказал, что предпочитаю больше отдать пас. Но если я вижу, что партнер в лучшей позиции, то, конечно, я отдам пас. Моменты были, когда я сам был. Давайте вспомним стартовый матч, припал в этапе против Динамо Павел. Какие слова нашел тренер в перерыве, что изменила сама команда, чтобы отыграться? Ну, он, конечно, сказал, что мы неправильно действовали. И переходили плохо от обороны в атаку. Мы сделали поправки, и второй тайм уже играли лучше. Вспомните о своем блоге, расскажите об этом эпизоде. Этот эпизод, там была верховая борьба, или команда Динамо за гриппу и бегала в атаку. Там получилось так, что их игрок сбросил мяч возле своей штрафной, и он отскочил ко мне. Я дал пас во фланг, побежал в штрафную, и после чего я риера подал, я замкнул эту передачу. Чему вас научил матч второго Торрес Песа? Какие-то уроки из них ездят? Научил, наверное, тому, что мы пропустили гол. Наверное, нелогично, то есть ничего не предвещало этого дела. И просто, наверное, в Еврокубках такое бывает, что играешь хорошо, например, как вчера. Команда играла хорошо, было очень много моментов. Мы пропустили, на мое усмотрение, нелогичный гол. Поэтому, наверное, в Еврокубках просто все будет более строже, и люди иногда решают какие-то моменты сами. С учетом вчерашнего поражения, как изменились шансы Чернодорца на выход из группы? Я думаю, что шансы остались неплохие. Но, конечно, если бы мы сыграли более удачно, они были бы выше. Ничего, мне кажется, не надо опускать руки. Нужно идти вперед и стараться добывать в каждой игре очки. Перед ответным матчем в Болгарии. Как там добиться результат? Ну, конечно, так самоанализ, наверное, больше. Конечно, нужно реализовать моменты, потому что без этого тяжело будет выиграть. Как одесские болельщики воспринимают успехи членоморцев в Европе и в чемпионате Украины? Ну, нас поддерживают даже, несмотря на то, что мы проиграли в Еврокубках две последние игры. Болельщики поддерживают и верят в нас. Точно так и в чемпионате. Насколько важно, чтобы украинский футбол в Европе замечали не только по Шахтеру, но и по Динамо, как раньше? Конечно, важно, чтобы чем больше Камак будет в Еврокубках, тем уровень чемпионата будет выше. Поэтому это очень важный момент. По-вашему, на какой результат может рассчитывать черноморец в нынешнем розыгрыше Лиги Европы? Если честно, не люблю делать какие-то прогнозы на будущее. Хочется и верю в то, что все будет хорошо, но понимать, это футбол, и по вчерашней игре даже я не думал, что мы проиграем. Так случилось. Как конкретно ваша игра зависит от уровня физической готовности? Насколько вам важно быть на пике форума? Конечно, это очень важный момент, потому что, когда ты физически готов, тебе легче выполнять любую работу. Помимо традиционных тренировок, вы, может, уделяете какое-то время дополнительным физическим нагрузкам? Просто нет, потому что сейчас плотный график, и Кубок, и Чемпионат, и Лига Европы, поэтому нужно, наоборот, правильно восстанавливаться. Тогда, может, в межсезоне занимаетесь этим какие-то упражнения, методики, которые помогают достичь максимального эффекта при работе именно над физикой. Ну, это все командная идет подготовка, поэтому ты готовишься, потом, конечно, за счет игр ты более приходишь к пику своей формы, потому что, как бы ты ни бегал, и сколько бы ты ни тренировался, ну, в игре все равно другие моменты, и другая нагрузка. Ну, а пока под новогоднее настроение, чего бы не вспомнить о том, как Черноморец поражал ворота своих соперников в первой части чемпионата. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Одно из старейших спортивных изданий Одессы «Время спорта» провело традиционный опрос с целью определения лучшего игрока черноморца в уходящем году. Первые две строчки заняли Кирилл Ковальчук и Пабло Фонтанелли, а отыгравшие в 2013 году практически все матчи команды. Заслужили бесспорно, но остался еще один должок перед болельщиками, который они с удовольствием исполнили. С Новым Годом! Хочу поздравить весь город и, в частности, наших болельщиков, которые нас вдохновляют на новые победы и пожелать им всем сбывания, наверное, самое главное, своих целей. У каждого есть свои цели и пусть они сбываются. И вместе с ними, чтобы мы шли только вперед. Поэтому всем хочу пожелать семейного благополучия, это самое главное, счастья и здоровья. Поэтому, чтобы мы были всегда одним целым и радовали только и поддерживали друг друга. С Новым Годом! С новым счастьем! И всем много-много любви! Хочу поздравить всех одесситов, всех наших болельщиков с наступающим Новым Годом. Пожелать, чтобы этот год прошедший запомнился вам как можно лучше и начать Новый Год с больших свершений. Также хочу поблагодарить от себя лично всех болельщиков за ту страсть, которую мы чувствуем всегда на стадионе, с таким желанием, с которым они приходят на трибуны и всегда нас поддерживают. Ну и пожелать вам Нового Года! Меньше пейте и меньше ешьте! Новый Годом!